Павшие борцы исчезнут из памяти. В городе Кастанай часть жителей выступила против того, чтобы улица Павших Борцов получила новое имя. Незадолго до этого в том же Кастанае улица Герцена была названа проспектом Кабаланды-Батыра. Кто и зачем меняет название городов и улиц? В конце 2017 года в российских СМИ вновь вспыхнули жаркие дискуссии о мавзолее Владимира Ленина. К традиционному спору похоронить вождя или оставить все как есть, добавилось предложение сделать из мавзолея музей. По аналогии с дворцом инвалидов Парижа, где находится гробница Наполеона. Это обсуждение вновь привлекло внимание к больной теме. Стоит ли современному обществу окончательно избавляться от советского наследия? Нужно ли городам и улицам возвращать старые дореволюционные названия? Ногчин вместо Чечни, Вятка вместо Кирова, Волгоград или Сталинград? Но неужели все дело в геополитике? Какие силы можно разбудить одним неосторожным названием? Кем рождена новая украинская топонимика? Конечно, большинство на Украине против. Для чего на самом деле советская власть выкорчевывала царское наследие? Появилась идеология, отрицающая силу существующую, в общем-то, русскую цивилизацию. Можно ли убежать от судьбы, всего лишь сменив имя? Это действительно серьезный риск потерять силу города, реки, историю. Предсказание нумеролога. Когда исчезнет Москва? Они не удовлетворятся. Они вот еще душевно болеют. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Америка вновь взялась за старое. В истории сложных взаимоотношений с нашим заокеанским партнером уже был период жестких топонимических сражений. Но, судя по всему, отказываться от заезженных клише времен Холодной войны американские политики не желают. Это тоже явление предыдущего 20-го столетия. Такой своеобразный топонимический троллинг, когда одни правительства так немножко подразнивают другими вот при помощи таких переименований. Одним из первых случаев топонимического троллинга был зафиксирован в 1969 году. В индийском штате Западная Бенгалия коммунисты решили избавиться от колониального наследия. Улицу, на которой находилось генконсульство США, переименовали в честь Хо Ши Мина. На тот момент война во Вьетнаме шла полным ходом, и Хо Ши Мин был для Америки главным врагом. Затем очень интересный момент произошел в Иране. В 1981 году, когда там уже победила иранская революция, в Тегеране великобританское посольство, которое стояло на улице Черчилля, вот эта улица Черчилля была переименована по улицу Бобби Сэнса. Бобби Сэнс – это ирландские дети, ирландское революционное движение, которое умер в тюрьме. Значит, в этот момент иранская революция, ну, она вот таким образом, значит, подгразнивает британцев. Иметь дип-представительство на улице, названное в честь человека, которого британское правительство считало преступником и террористом, для англичан оказалось неприемлемо. Писать имя врага британской короны в официальных бумагах оскорбительно для английской чести. Вход в посольство решено было замуровать и перенести парадное крыльцо на соседнюю улицу. С тех пор метод топонимического троллинга стал инструментом политической борьбы. Безусловно, переименования являются собой элемент информационной войны и даже элемент идеологического, скорее, нежели политического противостояния. Соединенные Штаты Америки. Вашингтон. 1984 год. Отрезок ничем не примечательный 16-й стрит в Вашингтоне, где находилось посольство СССР, был переименован в честь известного советского диссидента Андрея Сахарова, который, находясь в Горьковской ссылке, объявил голодовку. США. Вашингтон. 2014 год. На этот раз было выдвинуто предложение переименовать площадь перед посольством Китая в честь другого нобелевского лауреата диссидента Поднебесной Лю Сяобо. В ответ китайцы предложили переименовать улицу, на которой стоит посольство США, в честь Эдварда Сноудена или Моники Левински. Разные лица свободы и независимости. В Риге улицу Бривибас, улицу Свободы, переименовывали 8 раз. В свое время она носила имена императора Александра I и Ленина. Проспект независимости в Минске сменил 9 наименований. Каждая власть давала улице свое название. Сейчас от коммунистического прошлого старательно избавляется Украина, меняя Ленина на Бандеру, а Карла Маркса на Шухевича. Украина, Киев. 15 мая 2015 года. Президент незалежный Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации. К коммунистическому прошлому приравняли все, что связано с Россией. Так декоммунизация обернулась тотальной дерусификацией Украины. И с тем, что к власти пришла русофобская либеральная элита, она вычищает все, что напоминает жителям Украины о России, о нашей общей истории, о принадлежности к общей единой цивилизации, языку, культуре и вообще к русскому народу. Как выяснилось, большинство украинцев не одобряют действия властей. Более того, органы местного самоуправления некоторых городов пытаются отменить результаты декоммунизации. Так в Одессе Совет проголосовал за возвращение улицам, переулкам и проспектам старых названий. Конечно, большинство на Украине против. 60% населения – это те люди, которые идентифицируют себя как русских, как часть большого русского народа. Являясь гражданами Украины, то есть имея паспорта Украины, по идентичности, по самоидентификации они являются русскими людьми. Для них русская история является их историей. Принадлежность к русской цивилизации является естественным явлением, поэтому им приятно слышать русские названия. К тому же своих украинских названий оказалось немного. Переименование поселков и станиц в привычные Степное и Вишневое породило множество топонимических повторов. В одной из областей обнаружились сразу три населенных пункта с названием Николаев. Выдающихся исторических личностей на Украине тоже маловато, поэтому Киеву приходится проявлять выдумку. Не обходится и без курьезов. Так улицу Ленина в селе Калины Тячевского района переименовали в улицу Джона Леннона. Название улицы Надежды Крупской в Первомайске сократили до улицы Надежды, а торговый центр «Большевик» в Киеве стал космополитом. Бессмысленный хаос, потому что для обычного человека комфортабельным является ситуация, когда лучше ничего не переименовывалось. Называется это площадью Маркса? Ну пусть она называется площадью Маркса. Человек уже даже не знает, кто такой Маркс. Ему все равно, но это понятно, что ты можешь объяснить людям, где ты встречаешься с кем, почему. Но президенту Украины Петра Порошенко больше волнует проблема, как получить очередной транш финансовой помощи от западных партнеров. Переименование – дело не дешевое. Запад воспринимает Украину как добычу, которой нужно поживиться. А добычу, он держит ее в когтях, понимаете, эту добычу, крепко держит в когтях. И в этот момент добыча ему говорит, а теперь, когда я часть цивилизованного мира, ты должен заботиться обо мне, а учесть мои материальные интересы, помогать мне, мне особенно нужна финансовая поддержка. И в этот момент у этого хищника, у этой хищной белоголовой птицы наступает ступор. Германия. Мюнхен. 16 февраля 2018 года. Украинский президент с высокой трибуны заявил о необходимости создания международной коалиции против России, чтобы всем миром защитить несчастную Украину от страшного соседа. Порошенко призвал повсеместно запретить российский флаг. Таким образом, Запад продолжает раздувать антироссийскую истерию. Но для чего? Запад – это наш антологический антипод. Это геополитический оппонент. Это наш неснимаемый враг. Запад – это место, где заходит солнце. Это родина антихриста. Это все, что отрицает нас по бытийным, таким вот антологическим соображениям. Украину пытаются вырвать из русского цивилизованного пространства, лишить истории, культуры, разорвать многовековые связи, определявшие ее идентичность. Отречемся от старого мира. Ничего не напоминает? Когда мы меняем именно рек, городов, улиц, это тот же самый отказ от прошлого. Где-то отказ от истории, где-то отказ от человека, от которого когда-то зависело это место или река, или город. И вот этот отказ от истории – это первый шаг к отказу от корней. Что такое корень? Плохой он или хороший? Это он дает возможность растению питаться и расти дальше вверх. Но обрезая себе корень, критикую его, мы просто лишаем себя подкормки. Декоммунизация Украины сегодня проводится по лекалам столетней давности. Достаточно вспомнить, как после захвата власти большевиками слова «Россия» и «Русская» попали под запрет. Когда пришла советская власть, она начала активно бороться со всем историческим наследием, которое у нас было. Появилась идеология, отрицающая в силу существующего, в общем-то, русскую цивилизацию, российскую цивилизацию. Именно советская власть впервые стала применять топонимику в качестве политической агитации. Названия городов, улиц, площадей должны были по замыслу революционеров стать плакатами, прославляющими новый мир коммунизма и его отважных строителей. Но к чему это привело? Вот эти смены названий таких громких каких-то там улиц или городов – это действительно серьезный риск потерять силу города, реки, истории в большом понимании этого слова. Топонимические корни мало интересовали большевиков. Новая власть принялась уничтожать названия, которые образованы от слов «царь», «император», «князь». Царьево-Кокшайск превратился в Красно-Кокшайск, «императорская гавань» – в советскую, «станица Великокняжеская» стала пролетарской, деревню «князь озера» переименовали в «червонное», что значило «красное», а вместо фамилии романов везде стала звучать фамилия Ленин. Начал эту роковую череду переименований Санкт-Петербург. Названный в честь покровителя, святого апостола Петра, город долго не имел четко закрепленного названия. В источниках XVIII века написание встречается более чем в 30 вариантах. Сан и Санкт, Питер и Петр, Бург и Бург. И все это в одно, два, а то и в три слова. Окончательный вид имя города Санкт-Петербург приобрело лишь после смерти Петра I. Когда началась Первая мировая война, он стал Петроградом. Октябрьская революция происходит в Петрограде, не в Петербурге. Это Петроград. Почему? Зачем же нам немецкие названия, если мы с немцами воюем, это нехорошо. Поэтому город переименовали. Смысл названия российской столицы был роковым образом изменен. Город стал именоваться в честь императора Петра, а не святого. Правильней было бы назвать его Святопетроград. Но такой вариант не рассматривался. Возможно, именно после переименования российской столицы в начале 20 века лишилась небесного покровительства. Государственный переворот, вошедший в мировую историю, произошел в городе по имени Петроград. И таковым было до того момента, пока к власти не пришли большевики, то есть носители марксистской идеологии, лидером которых был Ленин, который являлся чуть позже, стал святыней большевиков, неким таким знаменем, именем которым освещалась вся революционная трансформация России. Поэтому произошло переименование уже Петрограда на тот момент в Ленинград. И почти сразу после переименования на Ленинград обрушилось мощнейшее наводнение. Вода затопила полгорода. Жители почти на две недели стали заложниками стихии. Одни восприняли наводнение как кару за издевательство над названием. Другие сочли потоп крещением. Город утонул Петроградом, а выплыл Ленинградом. Вся советская эпоха прошла вот под знаменем Ленина. Огромное количество, тысячи улиц в нашем государстве были названы именем Ленина. Тысячи площадей, дома культуры, масса объектов. Во время Великой Отечественной Ленинграду досталась, пожалуй, самая тяжелая участь. Страшные 900 дней блокады. В 1944 году правительство СССР пошло на беспрецедентный шаг. 20 улицам вернули старые названия. На карте вновь появились Невский проспект, Дворцовая площадь, Садовая улица, которые два десятилетия скрывались под именами революционеров и пролетарскими датами. В 1944 году началось возвращение к исконным русским национальным символам, которые всегда являлись факторами сдерживания нашей государственности, ее укрепления и могущества. После 1943 года, после победы в Сталинградской битве, были возвращены офицерские погоны, были возвращены многие символы русской империи, империи романовской, империи доромановской, если брать ее сакральные символы. На смену коммунистической пропаганде пришел национальный патриотизм. Вновь стали положительно оцениваться не только полководцы вроде Ушакова, Нахимова, Кутузова, Суворова, а также цари и князья Петр Первый, Иван Грозный, Александр Невский. Очередная русская революция 1991 года поставила под вопрос заслуги и вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Так как город Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград является одним из символов российской государственности, который символизирует в том числе и целую эпоху, Санкт-Петербургский период исторический, то, естественно, завершение такого советского проекта, его ликвидация, безусловно, должна была сопровождаться переименованием этого ключевого для российской истории города. Коммунистический проект рухнул вместе с памятником Дзержинскому на Лубянской площади. Но история должна была вернуться туда, где все началось, в город на Неве. Референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург прошел 12 июня 1991 года. За высказалось 54% горожан. И здесь переименование, оно каждый раз носило политический характер. То есть меняется власть, меняется название. Но ведь с этой сменой власти происходило изменение значения этого города. Маятник качнулся в обратную сторону. От советского наследия стали отказываться повсеместно. В Москве проходили митинги за возвращение прежних имен столичным улицам. Власти города были вынуждены идти на уступки. В данном случае надо говорить о возвращении исторических номинований, возвращении к историческому наследию. Это довольно большое широкое движение в 90-е годы, когда были переименованы десятки городов, сотни улиц, несколькими указами Моссовета внутри Садового кольца возвращены все исторические названия. И это говорит о том, что люди, в общем, постарались очень быстро от этого избавиться, вернуться к историческим корням. Но политика реставрации царских названий была принята не везде. Во главе угла встала экономика. Так вопрос о переименовании Краснодара в Екатеринодар был вынесен на голосование. Жители города, ознакомившись с расчетами, решили отказаться от изменения названия и использовать деньги городского бюджета более эффективно. Город Царицын был переименован дважды. Сначала в Сталинград, затем в Волгоград. Первоначальное название никак не связано с царской властью, хотя город и располагался на реке Царица. По-тюркски название реки звучало Сарысу. Желтая вода, а город звался Сарысин – Желтый остров. Одним из самых обсуждаемых переименований стал город Волгоград. Вернуть ему предыдущее название или нет – этот вопрос будоражит сегодня умы многих россиян. Волгоград нынешний, конечно, известен всем из истории как город Царицын, где во времена гражданской войны именно Иосиф Иосиф Иосифович Сталин отвечал за организацию обороны. Несколько раз Царицын переходил из рук в руки, то к белым, то к красным. Но, тем не менее, именно в Царицыне сложился Сталин как полководец. С именем Сталина связывают как величайшие победы советского народа, так и величайшие потери. А все споры о роли его личности в истории сводятся к одному общему слову – Великий. Неважно, Великий Тиран или Великий Вождь. И город, олицетворяющий Великую Победу, носил именно его имя. Сталинград являлся символом непоколебимости русского духа и героизма и сопротивления родоначальникам, колыбелью Великой Победы, которую мы до сих пор празднуем, которая является по сей день главной консолидирующей точкой для нашего общества. Сталинград, как идея, мощный энергетический источник. В этом названии – порох, кровь, боль и жажда победы. Так какое же имя более созвучно городу-герою? Дореволюционная Царицын в честь Желтой реки? Или Волгоград в честь Великой Русской реки Волги? Или все-таки Сталинград в честь Великой Победы? Если просчитать по цифрам, там, конечно, Сталинград намного сильнее и мощнее, чем сам Волгоград. Намного сильнее. Нумеролог Сергей Кузнецов уверен, что именно переименование Сталинграда в Волгоград стало соломинкой, надломившей хребет верблюда коммунизма. Сотни тысяч погибших в боях за Сталинград оказались лишены города, за который отдали жизни. Сегодня шесть раз в году у Сталинграда есть право вернуть себе имя. Это дни памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Естественно, мы очень сильно меняем судьбу города, вибрации города меняем и отношения жителей этого города. Потому что если у нас был Сталинград, одним программа составляла Волгоград, это другая программа. И сами различаете. Сталинград – это культ личности. И, естественно, этот культ, каждый гражданин этого города этим гордится, этим воспринимает, этим становится, тем же Сталин. По данным опроса, проведенного на одной из радиостанций, 66% респондентов высказались за переименование Волгограда в Сталинград, 24% – «Царицын» и 10% за то, чтобы оставить все как есть. Сталинград большинством голосов вновь одержал победу. Так, сын грузинского сапожника Иосиф Джугашвили по кличке Коба сумел навсегда вписать в российскую историю свой псевдоним «Сталин». Псевдоним определяет судьбу. Считается, что Сталин стал называть себя Кобой в честь персидского царя Кабадеса. Историки знают, что Кабадес был великим магом и главой секты, идеалы которой были близки к идеалам коммунизма. При этом царь жестоко расправлялся с врагами. Согласитесь, эти две личности многое объединяют. Особенно коммунизм и репрессии. Революционер Сталин провозглашал себя убежденным марксистом. Но так ли это на самом деле? Известно, что он некоторое время учился в Александропольском иезуитском колледже, где познакомился с Георгием Гурджиевым, известным мистиком и знатоком многих духовных практик Востока. Именно по его совету Сталин изменил дату своего рождения. Адепты тайных учений делают это для того, чтобы враги не могли причинить им вреда. Сталин менял свою дату рождения. И менял не случайно. Потому что, программируя дату рождения, ты практически себе выбираешь некий другой путь. Ты становишься другим человеком. Это тоже делается с помощью ритуала. Смена имени ритуал, к которому в древности прибегали довольно часто. Его связывали с той или иной инициацией, вхождением человека в новую сущность, новую среду, новую роль. Политика – это достаточно такое поле жёсткой игры. Там важно для человека, который этим занимается профессионально, дистанцироваться эмоционально от происходящего. Это необходимы условия желания. Поэтому, конечно, смена имени на псевдоним, она даёт преимущество в том, что создаёт дистанцию между вот этим политическим лидером и обществом. Три главных псевдонима 20 века – Ленин, Сталин и Троцкий. Именно под этими именами стали известны люди, совершившие самый значительный переворот в истории минувшего столетия. Это очень важный момент, потому что все политические наши деятели, которые взяли фамилии Ленин и Сталин и Троцкий, они, наверное, знали и понимали в силу своих жизней обстоятельств, что для их пиара, для их известности, для их деятельности они подбирали эти имена. У Владимира Ульянова было полторы сотни различных псевдонимов. Самые известные по его публикациям – Тулин и Ильин. Почему же он выбрал фамилию Ленин? По одной из распространённых версий по имени Якутской реки Лена, одной из самых полноводных в России. А грузин Иосиф Джугашвили Коба выбрал для себя фамилию Сталин. Крепкую, словно гвоздь, вбитый в крышку гроба самодержавия. Я Сталина просчитывал. У Сталина был, в Джугашвили там была одна программа, там был он духовноучителем, духовным лидером был. А когда он поменял на Сталина, стал зимным лидером. То есть фактически он вибрацию поменял на лидерство. То есть он показал свою значимость в этой жизни. Но став зимным лидером, Сталин не утратил интереса к духовным практикам. Для изучения оккультных наук даже был создан специальный отдел при НКВД. Так что наверняка к расчету своей судьбы и выбору псевдонима Сталин подошел серьезно и осознанно. Если мы посмотрим на политиков, которые многого достигли, какие бы имена здесь ни были, Сталин, Ленин, мы всегда слышим практически два слога, которые очень четкие, очень явные, отбивают как барабанную дробь вот этот ритм. Вот это звуковое даже восприятие, оно не только звуковое такое, оно и в цифровом виде такое, оно и в волновом виде такое. Такая волна, она достигает цели быстрее, как прямой путь. Еще один герой революции – Лейба Бронштейн, он же Лев Троцкий. По одной из версий, в качестве псевдонима взял фамилию старшего надзирателя от детской тюрьмы, где революционер сидел в 1898 году. Надзиратель держал в страхе и покорности всех заключенных, от уголовников до директора. Троцкий – это против всех фактически. Троцкий – это всегда контрреволюционеры. Поэтому тут есть, то есть определенные задачи, которые они брали псевдонимы, они разыграли свой сценарий в истории. Поэтому таким образом, меняя фамилию, мы меняем программу жизни, и таким мы становимся последствием. Ленин, Сталин, Троцкий. Три лидера революции. В новой советской мифологии Троцкому была отведена роль библейского Иуды, предавшего дело мертвого вождя Ленина. Сталин, напротив, стал апостолом новой религии, потому что более удачно изменил судьбу, поменяв звучание имени. Музыкант и композитор Гарри Голд живет в США. Он успешный человек. Песни, сочиненные на его музыку, исполняют звезды российской эстрады. Чтобы достичь этого, Григорию Гольдштейну пришлось поменять всю свою жизнь. Чтобы изменить свою судьбу, инженер Григорий Гольдштейн задумал для начала изменить место жительства. Он решил навсегда покинуть родину. Подал документы на выезд в Израиль. Ему отказывали в выезде 4 года. Но Григорий был настойчив. Верил, что за границей его ждут радужные перспективы. И судьба не обманула. В 1972 году я уехал в Израиль, прожил там год, работал в Израиле в очень большом американском отеле. У нас был очень серьезный оркестр, ночной клуб. По тем временам я получал в 7 раз больше израильского врача и израильского инженера. Но сытая жизнь в Израиле не прельстила музыканта. Ему захотелось в Европу. Следующей остановкой в его путешествии стала столица Италии, Рим. Здесь Григорий стал Григорио на итальянский манер. И судьба свела его с сыном Бенито Муссолини. Романо Муссолини, небольшого роста человек, мультиталантливый. Меня в СССР учили, что Гитлер и Бенито Муссолини – это большие враги. Естественно, я подумал, когда я встретил Романо Муссолини, я понял, что он не хороший человек, потому что 25 лет мне вкладывали все другое. Оказалось, что он никакого отношения к политике не имеет, этот сеньор Романо Муссолини. Романо оказался великолепным джазовым пианистом и оценил русского саксофониста Григорио. Так наш герой получил работу в ночном клубе, где играл Муссолини. Играл джаз по-сумасшедшему, техника, знал все стандарты джазовые, Джанна Калтрейна, Стангетса, Майлз Дэвиса, всех, Клиффорд Брауна, знал все абсолютно. Вот. И помимо музыки он ничего не хотел знать, потому что он знал, чем занимался его папа, и он шел по прямой дороге искусства и джаза. С помощью Муссолини Гольдштейн получил в Италии вид на жительство. Казалось бы, мечта сбылась, но Григорио захотел большего. Его манила родина джаза Америка. Он решился на очередную перемену мест. Но здесь везение оставило русского эмигранта. Мне очень было непросто не только первые годы, а я бы сказал, лет 15-20. Потому что приходилось мыть полы, приходилось мыть посуду в ресторанах. Работал я за 90 центов в час. Музыкант решил сделать ставку на эффектный псевдоним. Но так ли это безопасно? Менять свое имя. У судьбы были наполеоновские планы на человека, которого звали Буонапарт. Но сократив всего одну букву в фамилии, великий полководец обрек себя на поражение. Наполеон Буонапарт проиграл главную битву своей жизни только потому, что не знал законов нумерологии. Одной из мистических причин краха империи Наполеона нумерологи считают роковую смену имени. По их мнению, власть цифр над судьбой человека безгранична. До 1800 года император Франции называл себя Буонапартом. Сумма этого имени равна единице. Это цифра агрессии, неуемного тщеславия, лидерства и безграничной власти. Если бы знаменитый корсиканец не убрал из своего имени букву У, то история могла бы развиваться совсем по-другому. Число имени Буонапарт 4, а это число безвестности и поражения. Древние были уверены, что судьба человека, города и даже государства предначертано его именем. С этим связаны и сегодняшние традиции перемены имен. Регистрируя брак, принимая постриг или вступая в тайное общество, люди берут себе новые имена. Любые изменения имени, они влекут за собой изменения в энергетике. И тут очень важно, чтобы это были позитивные изменения. Чтобы изменение имени способствовало развитию данного города, человека или какого-либо другого объекта. Эксперты уверены, смена имени – одна из самых эффективных методик воздействия на судьбу. Вот только прочесть этот код и выбрать правильный вариант по силам не каждому. Имя влияет на наше поведение. Звуковые вибрации возбуждают определенные участки коры головного мозга и оказывают воздействие на психику ребенка. А связанные с именем ассоциации формируют характер. Об удивительной схожести характеров и свойств носителей одного и того же имени писал русский исследователь Сергей Минслов. Он считал, что над людьми предметами тяготеет рок в виде имен. Сначала было слово, а потом все остальное. Так и здесь. Поэтому к слову, как и к имени, нужно относиться очень внимательно. Это создает и чистоту помыслов, и силу, и независимость, и поддержку того вот эгрегора, который действительно существует, ну, по крайней мере, в нашей стране. Имя – эмоциональный раздражитель. Одни имена вызывают положительные эмоции, другие – неблагозвучные и заставляют внутренне напрячься. Это так называемая музыка имен. Звуковой ряд при произнесении имени возбуждает разные структуры мозга. И постоянная нагрузка на них влияет на формирование различий в психике. Имя – настолько мощный инструмент управления своей жизнью, отношением к себе, созданием вокруг себя определенного, там, ауры, шлейфа. Иногда услышишь какое-то имя, ты еще человека не видел, а ты его уже представляешь. Согласно исследованиям американских психиатров, люди с забавными и странными именами в четыре раза больше остальных предрасположены к психическим комплексам. А ребенок с именем, вызывающим насмешки, с самого детства находится в оборонительной позиции, что формирует определенные черты его характера. Специалисты из университетов Сан-Диего и Джорджии установили, что учителя упорно ставят низкие оценки учащимся с одними именами и высокие с другими. В тот день, когда ребенок рождается, надо дать имя, которое вы не просто придумали, и то, что вам понравилось по комслогам или по названиям, нужно все-таки просчитывать, потому что только по просчету можно вывести правильное имя, по просчету можно найти тот код, который может ребенку дать будущему хороший успех. В древности у разных народов мира была одна и та же традиция – давать человеку в течение жизни несколько имен. Под одним его знали только родные, под другим – вся община, третий знал только сам обладатель. В детстве человек носил одно имя, а достигая совершеннолетия, получал новое – взрослое. Как процесс развития – это нормально, когда изменение энергетики влечет за собой изменение имени, потому что это отражает изменение восприятия данного человека окружающими людьми. При крещении ребенку дают сразу два имени. Одно каноническое, закрепленное традициями православия и полученное по святцам, в честь святого, память которого праздновалась в день рождения или крещения. Считается, что этот святой становится покровителем новорожденного. Второе имя – мирское. Когда происходит крещение, человека называют каким-то вторым именем, и не случайно. Это имя считается защитным, оно его хранит. И если оно есть, то добравшись до вашего имени, которым вы себя называете, человек, который желает вам зла, не может добраться до вашей сути, потому что у вас есть второе имя. В тот момент, когда родители выбирают имя для своего ребенка, они во многом определяют особенности его характера, а значит и его судьбу. Смотрите далее. Тайна счастливого псевдонима. Личный опыт везунчика. Подсознание мне говорил, что мне надо сменить мое имя для того, чтобы идти дальше. Проклятое место. Как города становятся заложниками судьбы. Да, знаете, иногда это неприятно. Люди смотрят на тебя и говорят, о да, ты приносишь неудачу, уходи, оставь меня. Страшный конец близок. Какая судьба уготована москвичам? Очень тяжелый год, это 20-й год фактически. Григорий Гольдштейн решил выбрать свою судьбу сам, потому что суровая американская действительность разительно отличалась от сладкой жизни в Израиле и Италии. Был такой Джерри Датсон квартет, и я пришел туда саксофонистом работать, и я работал с 8 вечера до 5 утра за 5 долларов. 5 долларов за всю ночь. Так меня встретила Америка. Все кричали, come on, Russian, blow your horn. Давай, русский, ты потрясающе играешь на саксофоне. Давай, продолжай играть. Я играл, аплодисменты были мне, естественно, этому оркестру, но денег не было. Решение проблемы подсказала интуиция. Меняя страны, города, места работы, друзей, Григорий Гольдштейн оставлял неизменным одно – свое имя, и внезапно осознал, что пора сменить его. Вот внутренний голос или подсознание мне говорил, что мне надо сменить мое имя для того, чтобы идти дальше. Григорий Гольдштейн решил стать Гарри Голдом. Нумеролог Сергей Кузнецов просчитал, как изменился цифровой код имени музыканта. Если мы ее оцифруем, Гарри Голд. У нас получается, здесь фактически дают свободу, Гарри, свобода. Здесь получается зависть и Господь Бог. То есть Гарри Голд, имя-отчество, фамилия-имя, дает нам Господа Бога. То есть это имя, оно, конечно, располагает все свои возможности, что возможно, все в этом Гарри заложено. Смотрите, мышление воина, эмоционального, гениального продавца. Господа, получается. То есть чем он будет заниматься, Гарри Голд, во всех отраслях дела он будет великим человеком. После смены имени судьба Гарри Голда изменилась. Он стал писать музыку к песням русских исполнителей-эмигрантов. Выпустил 15 альбомов. Его сайт в интернете занимал первые строчки в поисковике. Имя – это особый шифр, в котором заложены основные личностные характеристики. Как утверждают специалисты, каждый звук имени отражается в нашем ДНК. Таким образом, имя диктует развитие определенного набора свойств личности. Наши ученые, собственно говоря, являются родоначальниками этой волновой генетики. Она как раз и подчеркивает значимость слов, букв, которые формируют целый генотип. Оказалось, что живая человеческая ДНК может быть изменена и перестроена с помощью произносимых слов и фраз. Ученым удалось таким образом повлиять на клеточный метаболизм и даже исправить генетические дефекты. Наша ДНК от природы запрограммирована на то, чтобы откликаться на слова. И может меняться в зависимости от того, слышит она молитвы или проклятия. Итальянский город Калабрара считают проклятым. Местные жители ни за что не назовут вам свое имя. А полиция вряд ли оштрафует за превышение скорости или неправильную парковку. И все из-за опасения проклятий, которые здесь всегда сбываются. Название итальянской деревни Калабрара в Апенинских горах произошло от латинского слова «колубер», что в переводе значит «змея». Для суеверных жителей южного итальянского региона Базиликата одного этого достаточно, чтобы держаться от поселка подальше. Ведь змея ассоциируется со злом. Но есть и другие причины, по которым жители близлежащих деревень и городов даже не хотят произносить его название. В чем же причина страхов и суеверий? Почему итальянцы стараются объезжать Калабрара стороной и не вступать в разговоры с местными жителями, считая, что город и его обитатели приносят несчастье? Существует одна легенда. Когда она появилась, я даже еще не родилась. Поэтому я не знаю, насколько она правдива. Говорят, что однажды в 50-х годах один адвокат отстаивал своего клиента в суде Модена в Италии. И вот он сказал такую фразу. «Если то, что я говорю неправда, то пусть эта люстра упадет». И люстра упала. Это событие и стало причиной слухов, стремительно разошедшихся по всей Италии. Весь негатив, происходивший в городе, отныне связывали с Бьяджо Вирджилио. Так звали этого адвоката. Вскоре его родственники, потомки и сам адвокат вынуждены были уехать. На самом деле этому есть объяснение. В те годы были проблемы со звуковой структурой зданий и акустикой. И, возможно, люстра упала из-за громкого голоса адвоката. И в тот момент люди начали думать, что у этого адвоката есть какая-то магическая сила. И что он в целом приносит в городок неудачу. Стали ходить легенды о младенцах, родившихся с двумя сердцами и тремя легкими. Внезапных оползнях и странных дорожных авариях, случившихся по вине привидений. Сами местные жители считают, что в плохие ситуации попадают только приезжие, которые верят в проклятие. Эта часть Италии, где находится Калабрара, очень бедная. Еще не так давно большинство людей тут были необразованными и очень суеверными. И если человек чего-то не понимает, то он начинает верить, что все сделано при помощи магической силы. Неурожайность, проблемы в личной жизни или даже обычные головные боли. Все объяснялось проклятием. И вот тогда итальянцы шли к ведьме, чтобы все исправить. В 1952 году жертвой проклятия стал антрополог, приехавший в деревню, чтобы больше узнать о ведьмах. Его коллеги заболели. Брюки его помощника загорелись сами собой. С тех пор жители Апенин избегают контакта с людьми, которые там живут. Да, знаете, иногда это неприятно. Люди смотрят на тебя и говорят, о да, ты приносишь неудачу, уходи, оставь меня. Это действительно случалось. Когда я училась в университете в Баре, это очень большой город и не так далеко от Калабрара. И однажды я общалась с одним молодым человеком. Обычный разговор, как дела, как твое имя, откуда ты и так далее. Он рассказал мне, что он приехал из Модены. А я сказала ему, что, о, как это здорово, ведь я живу в небольшом городке рядом с ним. Он спросил, и как это место называется? Я отвечаю, Калабрара. И тогда он такой, о, пока. Вот так все и произошло. Он просто исчез. Нынешний глава поселка решил использовать с пользой плохую репутацию своей малой родины. И тем самым восполнить нехватку денег, которую испытывают многие общины на юге Италии. Он основал фестиваль, который назвал «Сон в летнюю ночь» в этой деревне. Костры, танцы, театральные представления и музыка должны привлечь в село туристов. Тем, у кого есть проблемы, местные жители предлагают защитные амулеты. Имена меняли многие города. Пекин, Токио, Стамбул, Лондон. Когда-то носили другие названия. Кто знает, останься Париж лютецией, стал бы он великим городом, где мечтает побывать каждый. Погреться в лучах славы чужих столиц хотят многие. В мире сегодня 4 Парижа, 8 Вашингтонов, 4 Москвы. Какая судьба уготована американской тезке нашей столицы? В Америке есть Москва. И не одна. 22 населенных пункта с таким названием обнаружились в разных штатах. В основном это маленькие городишки. В некоторых 5-6 домов. Самым густонаселенным, 24 тысячи жителей, оказалось Москва в штате Айдаха. Своё название город получил в 1875 году. Москва у нас имеет фактически год образования, год образования завязанных, с чем связанных. Это осознание подключения. То есть Москва, город Москва, они подключились к Москве фактически. Образовали вторую Москву, параллельную. Таким образом, перетянули всю энергию Москвы, решили создать свою собственную программу. Может, русские переселенцы, тоскуя по родине, решили назвать своё поселение Москва в честь столицы родины? И таким образом, не отрываться от русских корней и сохранить свою национальную идентичность. Но исторически этот факт не подтверждается. Это образование человеческое, это выставлено человеческими руками. Не то, что у нас Москва. Москва, она выставлена божественной сутью, божественными силами. А Москва, она связана с человеком в власти, который решили сделать отдельное государство. Оказывается, первоселенцы долго не могли договориться между собой об имени города. Название ему дал начальник почтового отделения Сэмюэль Неф. Он был родом из Москва, что в штате Пенсильвания. Из этого Москва он сначала переехал в другой Москва, в штате Айова. Когда для оформления официальных бумаг понадобилось дать имя его новому месту жительства, в штате Айдаха, почтмейстер тут же написал Москва. Здесь показывают, какую программу. Здесь показывают размышления, духа, осознание магии. Вот такая программа Москва связана. Также здесь связана программа определенной неотличной жизни. То есть, здесь люди живут общественной работой, глобальными целями. Также здесь связано определенным ясновидением. Американской Москве присвоено звание города здорового сна самым лучшим местом для покоя и отдыха. Это официально признал Национальный научный фонд США по изучению сна. Согласно его выводам, это спокойнейший город с чистым воздухом, массой парков и скверов, удобными транспортными линиями и безупречно вежливыми людьми. Кроме того, городские власти разработали целую программу медицинской помощи людям, страдающим от бессонницы. Ведь американская Москва студенческий город. Местный МГУ один из старейших американских университетов. Добрая половина американских москвичей, его студенты и сотрудники. Но кто знает, долго ли этому американскому городу носить русское имя? Москва в штате Нью-Йорк, например, сменила свое название и стала именоваться Лестер. Конец Москвы, получается, если так посмотреть, по моим расчетам, сейчас вам укажу. Здесь люди живущие, фактически, они ищут проблемы на пустом месте, находятся на пустом месте, там, где их проблем нету. И год для них, 20-й год, немножко будет тяжеловатым. Очень тяжелый год, это 20-й год, фактически. Желание американских политиков дерусифицировать мир может обернуться для жителей Москвы в штате Айдаха необходимостью придумывать своему городу новые названия. Тайное правительство, оно заставляет уходить от всего русского, от имен, от каких-то ценностей. Но возможность утраты своей культуры грозит не только русскому миру. Глобализация, провозглашаемая Америкой, стирает национальные границы и создает мир, подчиняемый рынку. Это несет смертельный удар по региональным и национальным культурам, по традициям, обычаям, мифам и всему тому, что определяет культурную идентичность любой страны или любого региона. Экспансия транснациональных корпораций превратит города в деловые и финансовые центры, утратившие свою национальную идентичность и ставшие, по сути, колониями 21 века. Новый империализм перекроит мир по своим лекалам. Североамериканская культура будет насаждаться повсеместно. Ее господство над планетой, завоеванное с помощью капитала, военной мощи и научных знаний, будет дополнено навязыванием другим странам своего языка, своей системы мышления, своих убеждений, развлечений и мечтаний. Каким будет город будущего? Бездушным и безжалостным деловым центром, где все подчинено только коммерческому расчету? Или самобытным, сохранившим свою память и традиции, теплым и дружественным городом, где человек не страдает от одиночества? Дорогу на этом перепуте мы выбираем сами. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.